Оценка всего крипторынка упала до минимума впервые с августа прошлого года на фоне войны в Украине. Запад грозится отключением России от SWIFT. Что это будет означать для обычных граждан и поможет ли тут криптовалюта? Прекратят ли свою деятельность иностранные криптобиржи для российских инвесторов? И какие прогнозы делают криптоаналитики? В сегодняшнем выпуске ответим на эти вопросы и разберемся, что ждет биткоин и другие криптовалюты в ближайшем будущем. Разумеется, рынки, в том числе и криптовалютные, незамедлительно отреагировали на новости падения. В этом плане тяжелее всего пришлось акциям российских компаний. Уверена, вы видели эти алые скриншоты графиков и котировок акций московской биржи, облетевшей весь интернет. 24 февраля индекс Мосбиржи упал более чем на 33%, то есть до минимума с января 2016 года. Акции российских компаний обесценивались настолько, что в четверг на утренней сессии московской бирже приходилось останавливать торги, а в пятницу ее и вовсе не хотели открывать. Однако 25 февраля российский фондовый рынок все-таки открылся и с резким ростом. Видимо, после панической первой реакции инвесторы переоценили риски и начали откупать просевшие в цене акции. В результате индекс Мосбиржи утром в пятницу взлетел на 20,5%. Эксперты считают, что такой спрос на российские бумаги вырос после того, как риск прямого военного конфликта России со странами Запада отошел на второй план. Напомню, в правительстве США подчеркнули, что не намерены воевать вместе с Украиной против России ни при каких условиях. Антироссийские санкции со стороны США и Европы, очевидно, тоже не сильно испугали инвесторов. Ожидания и страхи были более масштабными. А что же биткоин и рынок криптовалют? Его колебание было даже более сдержанным. После новостей о Донбассе первая криптовалюта сквизанула к минимуму до 34 с лишним тысяч долларов, но потом тут же отскочила, сформировав на графике вот такой длинный фитиль почти в 9%. И уже в конце дня 24 февраля цена биткоина стремилась к 40 тысячам долларов. Общая капитализация крипторынка на новостях о российских войсках в Украине тоже снизилась до минимума с августа прошлого года, упав ниже 1,7 трлн долларов. Сейчас показатели вернулись к этим цифрам. Однако сдержанная реакция биткоина на текущее событие вовсе не означает, что первая криптовалюта продолжит себя так вести. Многие эксперты считают, что все еще может измениться, и любое решение на международной арене может сильно повлиять на котировки фондового и крипторынков. В дополнение к геополитическим событиям фундаментальный анализ биткоина и цикл изменения его цены также указывает на то, что весна будет нервной. Поэтому некоторые инвесторы бегут из биткоина, как из непредсказуемого и высоковолатильного актива, и перераспределяют свой портфель в стабильные сырьевые акции, например. Ну, а другие, напротив, считают, что хеджироваться сейчас надо как раз за счет биткоина. И главный аргумент тут его децентрализованная природа. В условиях потенциальной опасности, блокировки счетов, трудностей с выводом и переводом средств, это сейчас особенно актуально. Аналитики компании Sentiment уже отметили резкий рост интереса к криптовалюте на фоне событий в Украине. Геополитические трудности могут как усложнить жизнь криптовалюте, так и, напротив, увеличить ее популярность и стоимость. Об этом высказался и глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Война – это, как правило, плохо. Что здесь должен делать биткоин? С одной стороны, если мир становится все хреновее, у людей становится меньше свободных денег. По сути, продажи биткоина вместе с акциями и так далее, оплата войны. С другой, события дестабилизируют валюты восточных европейских стран и в целом финансовых систем региона. Люди могут проявить заинтересованность в альтернативах. Если вы были бы сейчас в Украине, в чем бы вы хранили свои деньги? Аргументом за укрепление позиций криптовалют Бэнкман-Фрид назвал ослабление валют национальных. И это мы как раз наблюдали, да и продолжаем наблюдать. Но одной из главных потенциальных финансовых санкций называли отключение России от международной банковской системы SWIFT. Такое предложение выдвинул президент Чехии Милош Земан. Но поддержали ли его лидеры других стран и что будет в случае, если такое все же произойдет? Давайте разбираться. SWIFT – это международная организация, которая контролирует одноименную межбанковскую систему обмена информации и совершения платежей. Иными словами, SWIFT представляет собой международную корпоративную сеть, к которой подключены банки и другие пользователи. Однако система не является платежной. Это главный и единственный универсальный канал передачи распоряжений, о переводе денег и других ценностей между финансовыми и нефинансовыми организациями практически во всех странах планеты. В год через SWIFT пересылается более 5 миллиардов таких сообщений. При этом во многих странах есть и собственные системы внутренних коммуникаций между банками. Однако даже там многие предпочитают все равно использовать SWIFT, поскольку это удобнее, да и все распоряжения о платежах в иностранной валюте все равно отправляются через эту систему. Ну а угрожать отключением от SWIFT неугодных стран – это уже такая традиция Запада. Например, в 2018 от SWIFT был отключен ряд иранских банков. Эта технология также не действует в КНДР. Но переходить от угроз к таким активным действиям по отношению к России Америка не торопится. В последнем выступлении, посвященном антироссийским санкциям, Джо Байден заявил, что отключать от SWIFT Россию не будут. Пока. Что против этого в том числе и Европа. По мнению же экспертов, США просто боятся ответных действий со стороны России в случае отключения SWIFT. Таких, например, как закрытие для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство России. Ну и отключение России от SWIFT невыгодно прежде всего самой Европе. Да и если бы угрозы в итоге осуществили и Россию отрезали бы от международной банковской системы, вред для российской экономики оказался бы не таким разрушительным, как предполагалось бы. Во-первых, надо понимать, что на нас с вами, на частных лицах, отключение от SWIFT бы никак не отразилось. Негатив был бы для бизнеса, особенно для экспортеров и импортеров. То есть затруднения при переводах. Именно затруднения, но не полное их прекращение. К потенциальной банковской изоляции Россия готовилась давно. Но и как и другие страны, которые не хотели состоять в международной зависимости от таких вот систем, разрабатывают собственные технологии межбанковских платежей. В Китае, например, аналог SWIFT был реализован еще в 2015 году. У российской стороны также есть разработка от Банка России, система передачи финансовых сообщений. Ее ЦБ РФ активно презентует по всему миру. Вот только СПФС в настоящем ее состоянии не способна в полной мере составить конкуренцию мировому аналогу. Итак, Запад совместно с европейскими странами решил повременить с отключением России от SWIFT, но до отдельных крупных банков дело все же дошло. Сбербанк, ВТБ, открытие Совкомбанк, Новикомбанк и их дочерние компании все попали под санкции. Банки сразу отреагировали совместным обращением. Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Карты российских банков под санкциями продолжат работу внутри страны. При этом операции на Apple Pay и Google Pay многим из них уже недоступны. На фоне разговоров о потенциальной банковской изоляции самое время на сцену выйти цифровому рублю. Ну а спором относительно регулирования криптовалюты в России пора бы прийти к единому знаменателю. О том, что необходимо как можно скорее прийти к согласию по регулированию криптовалюты, говорил и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Еще одно направление минимизации внешних финансовых рисков и одновременно это направление развития – это введение эффективного регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют. По цифровым финансовым активам законодательство в принципе принято. Надо достаточно быстро ввести определенные налоговые режимы, которые создадут даже не стимулы, а снимут некоторые дискриминационные по сути дела условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов. Что касается криптовалюты, то мы здесь поддерживаем взвешенную позицию Минфина и правительства и предлагаем не затягивать с формированием законодательной базы для легального развития данного сектора. Ну вот кажется и логичная развязка затянувшегося противостояния ЦБ и Минфина. Очевидно, что четкое решение по регулированию крипты ждет нас уже совсем скоро. И именно от того, как это регулирование будет организовано, зависит то, как иностранные биржи будут работать на территории России. Потому что пока основные проблемы, которые могут возникнуть при выходе зарубежных бирж на российский рынок, связаны как раз-таки именно с правовым полем. Как считают многие эксперты, от политических событий крупные иностранные криптобиржи по традиции постараются оставаться в стороне. Заставить их ограничить доступ российским гражданам к своим услугам никто не может. А сами сделать этого они просто не захотят. Ведь на долю российских криптоинвесторов приходится 12% от всего крипторынка. И отток такого объема средств плачевно скажется как на самих биржах, так и на рынке в целом, ускоря его падение. Ну а накануне стало известно, что платформа Куна, Whitebit и CXIO ввели ограничения для российских пользователей. Платформа Куна выключила все рублевые пары, а также закрыла ввод и вывод рублям, сообщил основатель компании Михаил Чебанян. Биржа Whitebit приостановила регистрацию новых пользователей из России ввиду имплементации новых процедур проверки по санкционным спискам. В CXIO уточнили, что ограничения распространяются исключительно на новых пользователей. Клиентам из Украины с аккаунтами старше двух месяцев, а также клиентам из России и Беларуси с аккаунтами старше четырех месяцев сервис доступен в полном объеме. FlexPool, один из крупнейших майнинговых пулов Ethereum, объявил о прекращении обслуживания российских IP-адресов из-за вторжения в Украину. Обычно мы не вмешиваемся в политику, несмотря на наши личные взгляды. Однако это больше, чем политика. Это война, которая может положить конец миру. Команда извинилась перед российскими пользователями, пользователями, не поддерживающими вторжение. Но единственной возможностью повлиять на ситуацию, во FlexPool посчитали вот такие экономические санкции, к которым призвали присоединяться и других. Сегодня я уже упоминала про главу биткоин-биржи FTX Сэма Бэнкмана Фрида и его мнение о будущем криптовалют. Так вот, после размышлений о состоянии биткоина, которое он разместил аж в 16 постах, Сэм в итоге пришел к философскому умозаключению, что на самом деле никто, в том числе и он, не знает, что будет дальше. Но ясно одно. Мы, вероятно, живем в новом режиме, нежели чем последние полтора года. Нам предстоит узнать, как здесь обстоят дела. Напоследок глава биржи FTX призвал каждого сделать что-то хорошее для кого-то. Миру сейчас это нужно как никогда. И тут же последовал своему же совету. В своем твиттере он рассказал, что раздал украинским пользователям FTX по 25 долларов. Вот только не все оценили этот широкий жест, обвинив Бэнкмана Фрида в желании попиариться и припомнив ему другие мировые конфликты, в которых таких аэрдропов что-то не наблюдалось. Другим обсуждаемым твитом стало высказывание Виталика Бутерина, в котором он признался, что очень расстроен решением Путина и пожелал всем безопасности, хотя и знает, что ее не будет. Ну а пока крипторынок потрясывает, есть алькоины, которые двигаются по своему собственному сценарию. Всему назло. Один из таких проектов – ТЕРА, токен которого показал значительный рост за сутки. Итак, за сутки цена ТЕРА выросла на 28% и достигла отметки в 67 с лишним долларов. За неделю же криптовалюта подорожала почти на 33%, как будто токен существует в какой-то своей параллельной реальности. Напомню, в конце 2021 года токен проекта ТЕРА обновил исторический максимум выше 103 долларов. С того момента он подешевел на 36%, а в конце января альткоин обновил локальный минимум с ноября 2021 года на отметке в 46 с лишним долларов. Субтитры создавал DimaTorzok